Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, мои дорогие. Сегодня гуляем, знаете, в окрестностях очень старого такого храма, ну, который, конечно, был разрушен и восстановлен. Но сейчас вот перейду дорогу и покажу вам этот храм. Храм Святого Мученика и Чудотворца Трифона. В Напрудном. Вообще, надо сказать, что я даже не знал, что у нас тут вот прям такой древний храм. Это храм 15 века. Храм в честь мученика Трифона Апамейского. Был такой святой мученик в 3 веке. За веру пострадал в гонении императора Трояна. Вот смотрите, какой чудесный храм. А, потрясающий. Прям вот стариной веет. Здесь вот сейчас отдельно пристроена такая внешняя колокольня. Святой Трифон Апамейский, как я уже сказал, живший в 3 веке, прославился даром чудотворения. Причем с юных лет он изгонял бесов, врачевал болезни, смело проповедовал о Христе, обращал людей в христианскую веру. Даже по молитве святого Трифона, однажды из города Компосады были изгнаны вредные гады, ну, змеи и насекомые, которые там поедали посевы, и таким образом жители этого города были спасены от голода. Также он изгнал беса по преданию из дочери императора Гордиана Третьего, который, хотя христианином и не был, но, тем не менее, гонение на христиан не воздвигал. Там всякие языческие заклинатели пытались изгнать беса из императорской дочери, но бес над ними только смеялся и говорил, что только один святой человек в этом городе есть. Вот юноша Трифон, он может изгнать меня, а эти ваши, конечно, не могут. Тогда за Трифоном послали, он не то чтобы изгнал беса, а еще, когда он был на подступах к Риму, бес уже вострепетал и вышел из дочери. А потом святой Трифон по молитве опять же получил от Бога такую власть показать этого беса императору, и бес явился в образе такого черного пса с горящими глазами и пригнутой к земле головой. Конечно, многие ужаснулись, многие тогда уверовали во Христа, сам император, конечно, не уверовал, Ну, а потом его сменил император, который воздвигал гонения на христиан, а именно Деций Троян. Ну и тогда Трифона схватили, предали суду, его многократно там и многообразно мучили, привязали к дереву, били, потом пробили ноги гвоздями и водили так по городу, по улицам города. Ну, а в конце концов отрубили ему голову. Таким образом, святой мученик Трифон погиб, доказавший верность Господу Иисусу Христу. Кстати, вот здесь какая-то полевая походная кухня, палатка, видно, что этот храм оказывает помощь бойцам. И вот мы видели, там выходил раненый боец из этого храма с бабушкой своей. Вообще, надо сказать, что сама история появления вот этого храма здесь, в Москве, очень интересна. В 15 веке, конечно, здесь была никакая не Москва, а здесь были леса охотничьи, Подмосковье. И здесь, вот по разным, опять же, источникам, они разнятся, и сейчас мы вряд ли уже узнаем истину. Здесь охотился либо Иван Третий, либо Иван Четвертый. Надо сказать, что прозвище Грозный было и у того, и у другого. Причем, именно Ивана Третьего Грозным звали при жизни, а Ивана Четвертого Грозным прозвали уже, как правило, уже гораздо позже, уже после его смерти. В общем, непонятно, в царствование какого Ивана Грозного здесь произошли эти события. В общем, у царя был, ну, сокольничий, да, это человек, который отвечает за соколиную охоту, и один из соколов улетел. Ну, просто бывает так, что птица, даже прирученная, она как бы сходит с ума, чувствует волю, и там вот, опять же, по житию этот сокол взбесился, заклевал двух других соколов и улетел. Сокольничий бросился за ним в погоню на коне, но, разумеется, не догнал, куда там. А царь разгневался до такой степени, что, во-первых, плохо дрессируют птицу, во-вторых, ущерб какой. То есть, три сокола фактически потеряны, а их выучить, это же целое дело, ну, то есть, это дорогие такие вещи, прямо скажем, дорогие птицы. И поэтому царь, конечно, сказал, что если ты мне сокола не сыщешь, то не сносить тебе головы. И несчастный соколичий бегал, скакал, обскакал всю эту округу, вдоль и поперек, искал этого сокола, но никак его, разумеется, не находил. И уже, как это сказано, вокруг шеи ему было неловко, то есть, он уже понимал, что скоро не сносить ему головы. И он, конечно, со слезами взмолился Господу и своему небесному покровителю, святому Трифону. А, собственно, сокольничего и звали Трифон, ну, Тришка, естественно, его так прозывал царь, не сносить бы Тришки головы, если бы по молитвам святого не явлено было чудо. Всхлипывая и плачая, сокольничий уснул где-то здесь, в лесу, под деревом, и явился ему муж, ратник, на коне, в котором он узнал своего небесного покровителя, святого Трифона Апамейского. И грозный воитель, святой Трифон, указал на дерево, на котором сидел пропавший сокол. В таком виде явился Тришке сокольничему святой Трифон в виде воителя на белом коне. Ну, и сокол уж у него теперь тут на руке, а не на дереве. В ужасе наш сокольничий Тришка проснулся и действительно на дереве рядышком увидел этого сокола. Сокол уже от сумасшествия своего оправился, слетел на руку к сокольничему и таким образом незадачливый охотник был спасен. И дал обет построить в честь своего небесного покровителя и избавителя от лютой казни церковь, церковь святого Трифона и обещание свое исполнил. Так с тех пор вот здесь и появился храм с 15 века. Он много раз перестраивался, надстраивался, были освещены там другие пределы, то есть еще в 19 веке он вот так не выглядел. Здесь много чего было пристроено. В 30-е годы храм был взорван. Советская власть не терпела даже памятников старины и не жалела памятников старины в те времена связанных с религией. Храм взорвали, но не до конца. То есть основа осталась. И через некоторое время как бы спохватившись и опомнившись, как это у Высоцкого, мы все-таки мудрее год от года. Иконы нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа, хотя и пережитка старины. В общем, храм решили отреставрировать именно как объект культурного наследия. Здесь прямо напротив храма такая очень прекрасная беседка, ну типа даже с виноградными лозами. И вот сейчас я покажу храм вот отсюда, да, то есть вот кусочек храма, вот там вход в храм, мы туда еще войдем обязательно. Но надо сказать, что вот эти виноградные лозы, они, конечно, напоминают о болгарском предании по поводу святого Трифона. У болгар есть другое предание о святом Трифоне. Возможно, это просто другой святой Трифон, мало ли людей с таким именем был в Римской империи. Но у болгар есть предание о Трифоне Виноградере или о Трифоне Безносом так называемом, который уверовал, будучи побуждаем к вере таким серьезным и драматическим чудом, по преданию он был иудеем. Сразу вспоминается Иустин мученик, диалог с Трифоном иудеем. Так вот, Трифон был иудеем, подрезал виноград, а мимо в храм как раз шла Пресвятая Богородица с младенцем Иисусом на руках, а тогда уже распространились вот эти глупые слухи, что родила она внебрачного ребенка, незаконно рожденного и так далее. И вот Трифон начал над нею потешаться, обзываться, на что Богородица смиренно ничего ему не ответила и пошла в храм. По дороге она встретила жену этого самого Трифона и сказала ему беги быстрее к мужу твоему, он себе нечаянно нос отрезал. Ну, жена, конечно, прихватила все там древние пластыри, что там было у нее, смалец, там тряпки какие-то, ну, то есть, все, чтобы остановить кровотечение, побежала к мужу своему, смотрит, он обрезает виноград и абсолютно здоров. Она говорит, тут вот эта женщина, Мария, значит, которая там, типа, прижила-то ребенка от какого-то другого мужчины, вот она меня послала, сказал, сказал, что ты себе нос отрезал. Ну, Трифон стал хохотать, говорит, что она выдумывает, вру не она, лгу не есть, и как-то так хохотал, что-то шутить они начали тут же, и так он жестикулировал с ножом-то этим, значит, у себя в руках, что нос себе в этот момент и отрезал. Ну, таким образом, как-то стало ему уже не до смеха, пригодились все эти древние врачевательные средства, в общем, нашли они потом Богородицу Деву Марию, расспросили ее о том, о сём, уверовали, ну, в общем, таким образом, вот был еще и такой святой Трифон, и его, наверное, не стоит путать с Трифоном Апамейским, но у болгар это прям вот такой национальный святоюч, такой праздник, связанный с виноградными лозами, связанный с обильным там винопитием и так далее, но, повторюсь, конечно, это скорее всего два разных Трифона, и так или иначе, церковь вот здесь построена в честь мученика третьего века Трифона Апамейского, храмовые коты, коты скромны, в общем, при советской власти этот храм взялись восстанавливать профессиональные историки, архитекторы, все пристройки восстанавливать не стали, а восстановили вот то, что было построено в 15 веке. Обратите внимание, какая это красота. Давайте мы с вами попытаемся войти внутрь. субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он похож на храм Покрова на Нерли Ну, то есть там такой крест Однокупленная базилика такая Вот эти пристройки, кстати, тоже довольно старые В 90-е годы храм был возвращен верующим И используется по сей день В нем проходит богослужение В нем люди молятся Места там не очень много Но, в принципе, для того, чтобы войти, помолиться, послужить Господу Причаститься, совершить таинство Здесь вполне это удобно сделать Обратите внимание, вот тоже старое окошечко здесь наверху Над входом Вот там наверху такая маленькая колокольня Сейчас вот уже колокольня здесь деревянная Внешняя Ну, уже такой современной постройки А вот старая, скорее всего, конечно, реконструированная Уже в 20-м веке Ну, такая первоначальная колоколинка По первоначальному архитектурному замыслу сделанная Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что ж, святой Трифон Моли Бога о нас Все наши потери, пропажи Все, что служит нам к смертельной опасности Пусть все будет управлено в благую и совершенную Божью волю И у вас, дорогие мои зрители Пусть не будет никаких бед Но по молитвам святого Трифона Да обретете вы счастье, избавление от опасностей И Божие благословения Господь с вами Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в мире Все, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok